Парк Санатория Костромской Живой ли? А вот и сам памятник, льнянщица с двумя помощниками. Да, здесь была столовая. Кажется, она не закрыта. Ау, есть кто? Представляете размах хозяйства. А здесь, видимо, было хозяйство сантехников. Кто-то, видимо, здесь складочкой походил, выплеснул энергию. Кошмар, кошмар. Тристо человек накормить. Это не хухры, а мухры. А, наверное, здесь проводилось лечение различными ваннами, гидромассажем. Да-да, здесь все это было. И вот что мы видим. В черном-черном коридоре стоял черный-черный врач. Гидротермальный оздоровительный комплекс. Целый комплекс здесь был. Вам начало на массаж, потом ванную принять, потом сауна. За крылом самолета потерянный рай. Микрорайон Малышково. Окраина города Костромы. Всем привет. Передо мной красивый парк Санатория Костромской. Увы, это будет очередная заброшка. Березовая аллея. Где-то там в глубине корпуса санатория. Как обычно, я примчался сюда на велосипеде. Самолет в небе. И так я проехал Березовую аллею. И передо мной пруд Санатория. Железный мост через пруд. По обоим сторонам моста сидят местные хищники. В основном это чайки и небольшая группа голубей. Вот они наши пернатые. Ждут, ждут брошенной булки. Совсем меня не боятся. Конечно, красивое место. И утки здесь есть. Два селезня плавают. Кто-то обещал здесь сделать утяные домики. Я объехал пруд. Здесь есть такой ржавый причальчик. Глеза хрупкая. Оттого и, глядишь, провалишься в пруд. Грязи большой не обнаружил. Ну, видимо, здесь начали прибираться. Хотя на грязь многие жаловались. На берегу подвыпившая компашка. Я углубился дальше в парк. Здесь стоит памятник матери и ребенку. Как известно, санаторий Костромской работал по программе «Мать и дитя» и прекратил работу в 2011 году. За деревьями видна клиника семейной медицины «Медекс». Честно говоря, не знаю, были ли это корпуса бывшего санатория. Пишите в комментариях. Это, видимо, бывшее футбольное поле. По периметру стоят лавочки с переполненными урнами. Еще один старый памятник. Березок сменили хвойные деревья. При прежнем губернаторе, Костромичи его знают, территория чуть не стала зоной элитной застройки. Лишь благодаря протестам общественности, членам областного экологического движения «Во имя жизни» после трехлетних судов удалось вернуть в государственную собственность земли санатория и сохранить зеленую зону, охраняемую природную территорию, как гласит эта табличка. Вопрос, надолго ли? Были здесь свои скважины с целебной минеральной водой. Их после закрытия затампонировали, хотя они еще не выработали свой ресурс и могли послужить людям. Передо мной еще один ландшафтный советский дизайн, видимо, изображающий цветы на пруду, лилии, рыбки на полу. Все уложено мелкой мозаикой. Возможно, здесь бил фонтан. Все было заполнено водой. А может, была просто красивая площадка. Кто здесь отдыхал, пожалуйста, пишите. Буду рад знать, что же здесь было на самом деле. Ух ты! Прямо за фонтаном на тропинке я обнаружил ежик. Ежик лежит. Живой ли? Мордочка розовая. Видать, кто-то пнул. Молодежи в парке много ходит. Но, кажется, шевелится. Но, думаю, уже не жилец. Наш колючий друг. Дойду до памятника. Скамеечки стоят. До санатория были здесь деревянные корпуса. Дома отдыха льянчиков, которые построили в 1938 году. Вот и сам памятник. Льянчица с двумя помощниками. Первые дни войны сюда эвакуировали посольство фашистской Германии. С послом Шуленбергом. Им, конечно, здесь не очень понравилось. Деревянные корпуса не сохранились. Видел только одно. Там сейчас лыжная секция. Старая ржавая беседка. А это старая антикварная схема территории санатория. По ней можно понять, что осталось, что было раньше. Подхожу к бывшему пятиэтажному жилому корпусу санатория. Во время работы санатория здесь было примерно 220 взрослых и 60 детских койко-мест. Номера были стандартные и повышены комфортности. После закрытия здесь располагалась гостиница эконом-класса «Березовая роща». Жили здесь в основном гастробайтеры, но просуществовало недолго. Большие лоджии. Единственный охраняемый корпус. Местная жительница с собачкой мне сказала, что если постучать в дверь, то сторож может открыть и пустить. Но я с камерой все снимаю. Вряд ли он меня пустит. Рядом с жилым корпусом расположены еще корпуса. Видимо, здесь была столовая, концертный зал. В общем, центр досуга санатория. Двери гляжу открыты. Любители сталкерских прогулок, добро пожаловать к экранам. Да, грустные картины нас ожидают. Вижу разбитые круглые окна. Человеческая рука приложила руку. Все разбито. Энергию девать людям некуда. Раньше бамы строили. А сейчас рушим. Все открыто. Мол, заходи, добро пожаловать. И я, конечно, загляну туда. При входе арочная деревянная дверь. Пол усыпан плиточной крошкой. Красивый расписной столб. Зеркало. Да, здесь была столовая. Здесь кормили. Кто лечился и отдыхал в санатории. Потолок весь разрушен. Красивые в русском стиле столбы. Показываю вам фото, как выглядела столовая раньше. Увы, сейчас другая картина. Видимо, это потолочная крошка. Видимо, здесь, в лихие 90-е, проводилась популярная дискотека. Кажется, минерал. Пишите комментарии, так оно было или нет. Картины из старой русской жизни. Оконы и витражи были с мозаикой. Я вышел на улицу. Печально все на это глядеть. К сожалению, вглубь здания я дальше не могу пройти. Из-за того, что со мной велосипед. Он мне, конечно, мешает в этом деле. И здесь все разбито. Загляну в одно из окон. Парты стоят. Может быть, здесь был какой-либо учебный класс. Потолок тоже разрушен. За этим корпусом, видимо, располагались подсобные помещения. Сейчас я обойду эту подсобку. С торца есть железная дверь. Кажется, она не закрыта. Ау, есть кто? Куча всякого хлама. И, видимо, здесь была комната сайсарей. Может быть, какая-нибудь была мастерская. На кабинет начальника коммунальной службы не похоже. Так, иду дальше. Еще одна открытая дверь. Заходи, кто хочешь. Зеленый коридор. Много всяких комнат. Можно налево пойти. Электрощит. Прямо кладовка. Видимо, здесь было хозяйство электриков. На полках плафона для светильников. Здесь полная темнота. Иду в следующую дверь. Представляете, размах хозяйства. Тоже какие-то кладовки со стеллажами. Электрощит там открыт. Да, мародеры здесь похозяйничали. Все открыто. Все разорено. А здесь, видимо, было хозяйство сантехников. Разбитые раковины. Видно, что советского образца. Унитазы. Унитазы. Все расколото. Кто-то, видимо, здесь в кладочке походил. Выплеснул энергию. Кошмар, кошмар. Тут все видно. Ну, просто без комментариев. Выхожу. С тыльной стороны столовой тоже дверь открыта. И туда заглянем. Кафельный коридор. Это, видимо, кабинет заведующей столовой. Заглянем сюда. Все в кафеле. Яма в полу. Зеркало стоит. Привет, привет. Продолжаю идти дальше. Туалет. А здесь, видимо, черный выход. Возможно, мясной цех. Здесь можно выйти на улицу. Полно помещений. Видимо, цеха столовой. Так, здесь поваренный стеллаж. Потолок шерушится. Овощные цеха. Салатные, мясные, закусочные. Хлеборезка. А это, видимо, был варочный цех с раздаткой. 300 человек накормить. Это не хухры-мухры. Холодные закуски. Холодные закуски. Здесь подавались закуски. Вся стена в стеллажах. Холодные закуски. Еще один запасной выход. Выхожу на свободу. Зелень кругом. Ёлки. Рядом со столовкой еще одно здание. Иду туда. Двери вижу открыты. Такой же кошмар. Мусор и грязь. Огромный коридор. Надеюсь, здесь нет призраков. Тоже все в кафеле. А, наверное, здесь проводилось лечение различными ваннами. Гидромассажи. Циркулярные восходящие души. Души шарка. Подводные души, массажи. Сауны, джакузи. Да-да, здесь все это было. И вот что мы видим. Обваленную плитку. И полную разруху. В черном-черном коридоре Стоял черный-черный врач. Направо пойдешь. В ванную попадешь. А налево лучше не ходить. Вышел светлые помещения. Любители граффити здесь поработали. Тоже все в кафеле. В санатории делали лечебные ингаляции. Электросон. Аэрофитотерапия. Ионотерапия. Светочаем. Аппаратная физиотерапия. Массаж. Лечебная физкультура. Лазеротерапия. Электрогрязь лечения. Был тренажерный зар. И даже свой стоматолог. В общем, чего здесь только не было. Самое главное, что здесь проводилось лечение. Профилактическое лечение. Родителей и их детей. Готовили женщин стать мамами. После рождения. Молодые мамы здесь лежали. И что мы видим сейчас? Ой да. Разбитое окно. За которым свежий воздух. И красота природы. К сожалению, все это вижу я. Из-за брошки. Вышел из здания. Вернулся к своему драндулету. Но я иду туда, дальше. Я отсюда вышел. Хочу продолжить историю санатория. Итак, после того, как территорию через суд отстояли. В 2015 году новый, теперешний губернатор Костромской области. Потребовал от профсоюзов, основных акционеров санатория, восстановить работу его по профилю лечения и отдыха родителей с детьми. Был найден инвестор. Стали гаситься долги. Строились планы восстановить скважины. Наладить выпуск бутулированной минеральной воды. Открыть лечебное отделение на множество взрослых и детских коек. Работы должны были начаться в 2016. А как мы видим, ввоз и ныне там. Так, я понял, в каком я здании ходил. Гидротермальный оздоровительный комплекс. Целый комплекс здесь был, ребята. И все это мы потеряли. Вот здесь приходил какой-нибудь товарищ Петров. Петрова. Ее встречали и говорили. Вам сначала на массаж, потом в ванную принять, потом сауна. И она выходила довольная, счастливая. Самолеты сегодня разлетались. Наверное, у десантура учения. За крылом самолета потерянный рай. Обошел весь центр досуга со столовой. Березки ели. Где-то здесь есть концертный зал на 250 человек. Но я уж не буду искать со мной велосипед. Сделал круг. Возвращаюсь к бывшему жилому корпусу. Подвожу итог. Создается впечатление при посещении этих мест, что все специально доводится до полного разрушения. Чтобы территория пришла в полную непригодность. И сам народ попросил лучше дома постройки, чем этот бомжатник под открытым небом. Сейчас главные акционеры бывшего санатория, по-моему, строители. У профсоюзов уже малая доля акций. И еще хочу напомнить. У нас на всю область и город всего лишь одна детская больница. Детская смертность, увы, не уменьшается. А еще и пандемия. Кстати, могли бы здесь организовать новые койко-места. Деревья здесь вы видели падают. Все могло быть, как в старые времена в СССР, профилактическое оздоровление и лечение. В защиту жизни и здоровья ребенка. Другой территории для детского и материнского оздоровления у нас, увы, нет. Все, я завершаю видео. Вы все прекрасно увидели, в каком состоянии сейчас территория. И сам бывший санаторий Костромской. Надеюсь, будет польза какая-то от моего репортажа. И, как обычно, не забудьте что-нибудь поставить. Я всем говорю, до свидания. До новых встреч. Всем здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok